Сейчас Полина Арабчикова усиленно готовится к лыжным стартам на лыжероллерах. В каникулы девочка заметно укрепила свое здоровье и набрала сил. Вместе с другими воспитанниками спортивной школы Полина побывала на тренировочных сборах в Республике Крым. Там Полина и ее товарищи по школе имели возможность поплавать в открытом бассейне с черноморским дельфином. Об этом Полина мечтала много лет. Я его гладила, чесала ему животик, хвост. Потом мне сказали залезать в воду, я залезла и мы начали уже в воде с ним пробовать купаться. Потом я взяла его за плавник и мы проплыли круг. Это было очень невероятно, просто те брызги в лицо, это очень быстро, он очень быстро плывет. Потом я плавала с ним на животе, он первый раз на живот, я за его плавники цеплялась руками и тоже плыла с ним. Они очень быстрые, очень прекрасные создания. Не было страшно? Совершенно не было страшно. В общей сложности 30 учащихся групп начальной и учебно-тренировочной подготовки из дюшор города Дмитрово этим летом приняли участие в тренировочных сборах на берегу Черного моря в пригороде Евпатории. В оздоровительном лагере для ребят было организовано полноценное питание, культурно-развлекательное и экскурсионная программы. Было замечательное Черное море, очень чистейшее, замечательная погода, условия были хорошие, детям очень-очень понравилось. То есть они, вот если честно, кого-то любого остановить, спросить, они все мечтают вернуться обратно. Мы тренировались два раза в день, тренировались 4-1, то есть 4 дня рабочих, 1 выходной. Тренировки проходили как у моря, так и на площадках, которые при лагере. По возвращению домой юные спортсмены приняли участие в областном кроссе лыжников и показали неплохие результаты. А впереди у атлетов многочисленные районы и областные соревнования. Готовятся к зимним стартам и старшие воспитанники спортшколы. В их числе призер первенства России в составе команды Московской области Вадим Смирнов и призер областных и всероссийских соревнований Анастасия Волкова. В этом сезоне мы готовились летом в острове, ну это Псковская область. Потом мы в Кисловодск ездили, готовились с доценкой Александром Дмитриевичем. Потом в конце, ну вот в августе у нас проходили соревнования всероссийские, также в острове. Занял призовое место второе. И вот сейчас, собственно говоря, готовимся к сезону предстоящему. Скоро вот на вкатку поедем в Губаху. Ну на вкатку это первый снег, когда у лыжников в своем крае нет снега, мы ездим туда, где ездим. Дали нам хороший заряд, мы хорошо подготовились, мы готовы. На это показал наш, мы бежали контрольную тренировку, очень хорошо показало. Вот мы очень хорошо пробежали. Тренер был доволен, сказал, что мы готовы к зиме. Преподаватели отделения лыжных гонок с дюшер города Дмитриево отмечают, что ребята достигают хороших результатов благодаря созданию комфортных условий для тренировок в центре зимних видов спорта. Стараются и родители юных спортсменов, которые, несмотря на удаленность лыжной базы от центральной части Дмитриева, находят возможность привозить сюда своих детей. Условия великолепные, очень много оздоравливается здесь народа. И мы, в основном, все тренеры переходим сюда на летнюю подготовку, на лыжную трассу. Потому что здесь нет машин, нет машин. Условия трассы рабочие очень хорошо делают. В лесу, ну, все прокошено, все выкопано. Ну, очень здорово. Продолжение следует...